Всем добра! Меня зовут Николай, и сегодня мы поговорим про луббэк. Волшебное слово, которое почему-то обязательно должно быть в описании вашей аудиокарты, если вы собираетесь стримить. Я провожу музыкальные эфиры уже достаточно давно, и у меня этого волшебного слова в описании аудиокарты нет. И у меня даже есть отдельные ролики на канале по этому поводу. Но сегодня мы разберем именно сам термин луббэк, зачем он нужен, нужен ли он вообще, какие у него есть ограничения, и главное, как его получить, если на вашей аудиокарте его нет. Поехали! Итак, в общем музыкальном смысле, шина луббэк на аудиоинтерфейсе нужна для отправки звука с выхода карты обратно на ее вход. То есть это виртуальный провод внутри интерфейса, соединяющий выходы и входы, при этом оставляя физические порты свободными. Использовать это предлагается в основном для вывода звука из секвенсора в эфир. Про DAW в эфир у меня есть отдельный ролик, там нет почти ни слова про луббэк, и скоро вы поймете почему. Для начала разберем вопрос, мол, а почему бы просто не забрать выход звука из DAW в эфир, без всяких луббэков? Ответ довольно простой. В секвенсоре вы почти всегда используете ASIO драйвер, а стриминговые приложения типа OBS сами по себе работают только с WDM средой, и звук с выхода ASIO забрать не могут. И тут, по идее, на помощь должен прийти луббэк. В качестве примера возьмем карту Steinberg UR22, которая как раз на борту имеет такую функцию. Кстати, карту я размутил специально для этого ролика, так что лайк мне за предприимчивость. В риппере выбираем нашу карту в настройках, собираем простенький проект на пробу и подаем звук. Вы сейчас слышите его в этом ролике благодаря физическому кабелю, идущему из карты Steinberg в мою комплит. И это не тот луббэк, о котором мы говорим сегодня. А вот в OBS на выходе Steinberg никакого звука нет. Но если мы включим луббэк в настройках Steinberg-овского драйвера, то на основные входы аудиокарты пойдет тот самый звук из секвенсора, который уже можно спокойно забрать в OBS. Ну вот, работает же! Че ты лечишь, старая зараза? Скажите вы, и будете правы лишь отчасти. Потому что чаще всего нам мало вывести просто звук синтезатора в эфир. Обычно вместе с этим нужно еще и в микрофон поговорить, а то и под гитару песни спеть. И вот здесь возникают проблемы. Луббэк в этой карте работает таким образом, что микрофон и гитара миксуются на входе с сигналом луббэка. Этот звук спокойно отправляется в OBS, но если мы захотим включить сквозной мониторинг микрофона, начнется лютая закольцовка звука. Чтобы этого избежать, вместо сквозного нужно использовать прямой мониторинг карты. Тогда в ваши наушники вместе с основным выходом будет направляться прямой звук со входов, но без луббэка. А на сами входы через луббэк – звук подключенных микрофона с гитарой и звук выхода, но без мониторинга. Кстати, обратите внимание на рассинхрон. Его, конечно, можно компенсировать при трансляции, но сам факт удручает. Схему внутренней коммутации я, пожалуй, зарисую для лучшего понимания. Работает она именно за счет разделения прямого мониторинга и луббэка. Вполне рабочая схема, если вы не обрабатываете входной сигнал плагинами. Но если вы собираетесь петь в эфире с ВСТ-обработкой, то вся эта песня совершенно не про вас. Вы не сможете мониторить обработанный сигнал из-за закольцовки. И в ОБС этот обработанный сигнал вы отправить тоже не сможете из-за той же самой закольцовки. То есть данная схема работает только если у вас обработки либо нет вообще, либо вся обработка производится внешними устройствами, например, гитарным или вокальным процессором. И здесь встает логичный вопрос. Если вы все равно используете внешнюю обработку, то зачем вам вообще запускать секвенсор и использовать ASIO? Вы можете запустить плейбэк в обычном плеере, в ОБС напрямую отправить уже обработанный звук гитары и микрофона, и ни ASIO, ни луббэки вам вообще не нужны. Но едем дальше. Схожим образом луббэк работает почти на всех двухканальных аудиокартах этого ценового сегмента. Tascam, Roland, Focusrite, Zoom и так далее. Не все из них я щупал вживую, так что если насчет кого-то я ошибся, пишите об этом в комментариях, обсудим. С другими аудиокартами бывает еще веселее. Я брал на тест Focusrite Scarlett 4i4 третьего поколения, и там луббэк шина выведена в отдельный стереоканал, не миксуясь с основными входами аудиокарты. И казалось бы, вот оно решение. Не будет закольцовки звука, и можно будет спокойно мониторить обработанный сигнал и отправлять его в эфир. Но нифига. Оказалось, что в WDM среде эта аудиокарта отображает только два своих первых входа. И не то, что луббэк нельзя будет использовать в OBS, а вы даже не сможете подключить вторую пару мониторов, не используя ASIO драйвер. Более логичные в этом плане решения тоже встречаются, но снова уже не на двухканальных картах. Например, в комментариях под одним из прошлых роликов, человек показал, что на своей Roland Quad Capture он спокойно забирает звук с отдельного входа под названием Main. На нем звук с выходов, похоже, тоже не миксуется со входами, что опять же позволяет включать сквозной мониторинг и использовать WSD-обработку. Спасибо, кстати, человеку за информацию. А вот моя любимая Complete Audio 6 луббэк шины не имеет. Но зато, в отличие от Scarlett, честно отдает все три пары входов и выходов в WDM среду. Благодаря этому на ней я еще давным-давно сделал физический луббэк на двух балансных кабелях. Это сильно помогает, когда не только нужно все эти луббэки использовать, но еще и заснять для вас футаж со всем звуком, который я слышу. Так что снова лайк за находчивость. Но что же делать, если рекламные слоганы луббэчных аудиокарт вас обманули и их хваленый луббэк оказался вовсе не тем, что вам было нужно. Первым делом, посмотрите первое видео из этой серии, и это первая ссылка в описании. Еще она же лежит вот здесь в аннотации. А заодно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать настолько полезные для вас видео. В том ролике я подробно рассказываю о бесплатной программе Adeus ASIO Link Pro. По сути, она является продвинутым программным микшером и предоставляет бескрайний простор для коммутации любых программ в любой аудиосреде под Windows. Прям вот поставьте на паузу это видео и сходите посмотреть тот ролик, потому что дальше вам обязательно нужно будет понимать, что это за программа. Серьезно. Поставьте на паузу. Ну а здесь мы все-таки вернемся к луббэку. Дело в том, что для кого-то он может все-таки пригодиться именно в том виде, в котором его задумывали разработчики. Например, для простой записи звука из браузера в DAW. И теперь я расскажу, как настроить именно такой луббэк абсолютно на любой аудиокарте. Отключаем встроенный в аудиокарту луббэк и ждем, пока драйвер перезагрузится. Звук из хрома перестал идти в Reaper. Запускаем ASIO Link Pro Tool и в основном окне включаем опцию Enable Looper Loopback Rex. Я эту настройку уже освещал в одном из видео, но в значительно более сложном кейсе. В Reaper выбираем в качестве драйвера ASIO Link и внутри выбираем драйвер Stainberg, через который сейчас идет звук. В окне коммутации отправляем основной выход на выход луббэк шины, а с луббэк входов забираем этот сигнал на входы хоста. Как вы сейчас видите, в Reaper снова пошел звук с ютуба, то есть луббэк снова работает. Точно так же можно записать этот звук и воспроизвести. Теперь при включении мониторинга на любом треке и подключенном микрофоне, мы получаем ту самую закольцовку, как и с луббэком на драйвере. Естественно, это далеко не единственное и даже, наверное, не самое удачное применение для ASIO Link, но основную часть его функций мы уже разобрали в предыдущих роликах на этом канале и в этом плейлисте. Текущее же видео скорее носит просветительский характер. Донести до людей мысль, что луббэк не священный грааль и помочь может далеко не всегда. И даже удачные луббэк-решения в аудиокартах проигрывают по функционалу Адеосу. Например, с той же Quad Capture вряд ли получится вывести звук из Dole в Skype без проблем с обратной связью. А с Адеосом мы так уже делали в самом первом ролике в разделе про стримы с патронами. В общем, надеюсь, я внес немного ясности в вопросы луббэка, но если у вас остались вопросы, задавайте их здесь, на ютуб, в комментариях. И здесь же можете написать, если вы знаете, как сделать лучше или знаете, что я в чем-то ошибся, подискутируем, найдем истину, для кого-то это станет полезным. А еще не забудьте подписаться, поставить лайк, включить уведомления и рассказать об этом ролике в своих социальных сетях, помочь найти эту полезную информацию тому, кто в ней действительно нуждается. А такие точно есть, я в этом полностью уверен. Как всегда напоминаю, что можно подписаться на меня на сервисах Boosty и Patreon, тем самым поддержать канал и получить ранний доступ к роликам на этом канале и доступ в секретный Дискорд. Если вам интересно, то милости просим. Ну и заглядывайте ко мне в социальные сети, потому что там иногда мелькают какие-то информации, которых нет на ютубе, какие-то бэкстейджи. Если интересно, заглядывайте. А пока всем большое спасибо за просмотр, не забывайте творить музыку и всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok